В США неизвестный пока счастливчик выиграл лотерею 590 миллионов долларов. Обладатель бледа еще не дал о себе знать, но известно, что живет он в штате Флорида. Ему удалось правильно угадать все шесть цифр розыгрыша, при том, что шансы это сделать были ничтожно малые. Тем временем, по статистике, большинство победителей лотереи не знают, что делать со свалившимися на них деньгами. Зачастую все заканчивается трагически. Тема продолжит Дмитрий Малышев. Шанс угадать эту последовательность из шести чисел близок к нулю, один к 175 миллионам. Тем не менее, ее назвал житель небольшого городка с трогательным названием Зефирхиллс. Зефирные холмы. Имя неизвестно, зато супермаркет, где был куплен билет, теперь знаменит на всю Америку. Обычно здесь нет ни души, но сегодня кассам нужно было проталкиваться сквозь репортеров и телекамеры. Надо же, из всей огромной страны удача выбрала кого-то из моих соседей. А их у Сары всего несколько тысяч, и это не Мэтью. Да это просто сумасшествие какое-то. Желаю ему счастья. И не Сандра. Точно это не я. Я даже не покупала билет. Так жаль. Но ничего, жизнь продолжается, и в нашем городке теперь живет миллионер. Счастье ему. Пожелания жителей Зефирных холмов сводятся к счастью. Это от того, что американцы, каждый пятый из которых одержим идеей большого выигрыша, знают точно. Половина сорвавших джекпот хотели бы в итоге от него отказаться. Это официальная статистика, которую сегодня приводят местные СМИ. Но географического окраса она почти не имеет. Это совсем не то, что мы представляем до выигрыша. После выигрыша радость сразу уходит. И не знаю. И эта бумажка, за которую ты заплатил 840 рублей, уже стоит 100 миллионов. И она у тебя в квартире. В квартире еще твоя семья. Тогда уже не до радости. 100 миллионов выигрыш в госхлоту Альберта растаяли за два года. Почти пятую часть наличных Альберт Бегракян раздал близким, друзьям и знакомым. Без расписок и четких обязательств. О деньгах говорить не любят. Они принесли разочарование. В первую очередь в люди. По статистике по лотереям, практически больше 80% люди теряют деньги, попадают в еще более неприятные условия, чем были до лотереи. Были случаи убийства людей, которые выиграли. Так произошло, например, с Шекспиром. Авраамом, Шекспиром из США. Выигрыш 30 миллионов долларов. Спустя год с двумя огнестрельными ранениями счастливчик был закатан в бетон. Полгода назад обвинение предъявлено его подруге. История лотереи знает десятки сценариев с грабежами, остановками сердец и отравлениями цианистым калием. Но чаще всего копеечный билет на многомиллионное будущее приводит к разбитому корыту из недавнего прошлого. Человек, он не знает, как этими деньгами управлять. Он всего боится и как бы тратит еще больше, чем у него было. То есть бывает, что люди после лотереи оказываются с огромными долгами. Он теряет привычный круг общения. То есть, например, человек ходил на работу, и тут у него огромная сумма денег. Он понимает, что я могу не работать. Но его привычный ритм жизни, который уже для него спокоен, он меняется, рушится круг общения. Как правило, эйфория свалившегося богатства длится несколько месяцев. На это время психологи советуют вообще забыть о выигрыше. Первое серьезное решение специалисты предлагают принимать и вовсе через полгода. К слову, это именно тот период, в течение которого сказочно богатый житель Зефирных холмов имеет право забрать свои деньги. Дмитрий Малышев, Наталья Литовка, Первый канал.